Ну вот и настал день, чтобы заняться тем в Шри-Ланке, для чего сюда отправляется весь мир, а именно поехать к океану. Для себя я выбрал не шумную Хикадуву-Вадуву или к примеру Кулутару, а более тихую часть острова, а именно Трикомали. Добраться из Дамбулы до Трикомали не составляет труда, есть разный вид транспорт, начиная от такси и больше. Я выбрал самый экономный это автобус, он мне вышел примерно один-полтора доллара. Я бы не назвал автобус очень комфортным, но за один доллар добраться до берега океана даже грех жаловаться. Дорога из Дамбулу в Трикомали довольно таки неплохая, я бы не сказал что нас где-то трясло или были сильно заметные ямы. В автобусе на протяжении всего пути играла ланкийская музыка, под которую люди выходили на одних станциях, заходили на других, и так менялся весь контингент. Из-за внутреннего убранства автобуса и его стиля я бы назвал его автобус хиппи семидесятых. Дорога от Дамбулу до Трикомали заняла примерно два-два с половиной часа. И при том, что дистанция между этими городами небольшая, разница в климате заметна сразу. И если в Дамбуле дожди это довольно таки частое явление, приближаясь к Трикомали, дождевых облаков становилось все меньше. Ну а сейчас наверное самое главное, мне нужна ваша поддержка в ютубе и сделать это вы можете поставив мне лайк. Заранее благодарю всех за вашу поддержку, ставим лайки и поехали дальше. Ведь самое интересное ждет вас впереди. Ну вот я и доехал до Трикомали. Это главная автостанция, рядом с которой кстати находится рыбный рынок. Вот идет автостанция, откуда уже отправляются автобусы. Как правило, если брать до Коломбо, то они отходят. Но если брать Дамбулу, то в Дамбуле автобус останавливается буквально на 5-10 минут, собирает чуть народа и уезжает. Нету таких автобусов, которые бы ну вот как здесь, которые бы стояли на большой станции. Станция сама есть, но именно самих автобусов в Междугородних, именно вот сюда вот, да, их нету. Немного полил дождик по дороге, но как всегда, мне кажется, дожди здесь в одно и то же время. Это примерно с 12 до часу. Полил дождик в дороге и и прекратился. Как видите, погода опять-таки солнечная и шикарная. Я обожаю Шерланку. Поехали. Вот они собаки. Они, кстати, здесь живы. Реально, по принципу Акуна Матата. Ой, ничего себе, здесь по городу ходят дикие олени и от людей не убегают. Прибыл я в Тринкомале. Изначально должен был заселиться немного в другую гостиницу, но как часто бывает в букинге, не всегда правда соотносится с реальностью. И, в общем, так получилось случайным образом, что меня поднял таксист, местный тук-тукер и говорит, у моего брата есть гостиница. Говорит, поехали посмотрим туда-сюда. И, в общем, я заехал посмотреть и, да, решил остаться. Здесь, в этой гостинице, есть Wi-Fi и есть, в общем, все удобства, вентиляторы и нормальный такой относительно. Новый ремонт. Поехали. Вот называется Beach Life Up Valley Rooms. Их контакты, если вам нужны будут. И небольшой вот здесь вот такой огородик, или как его можно назвать. Территория вот такая вот небольшая, несколько комнат, но я так скажу, что комнаты довольно-таки достойны. Здесь мы оставляем тапочки. И пошли, значит, стол, стул, кровать, вентилятор с кондиционером. Это все стоит на 6 баксов дороже. Ну, я не вижу смысла, пересматриваю. Переплачиваю, потому что, в принципе, нормально охлаждает и с вентилятором. И душ, туалет. Все имеется. Выдает мыло также, в том числе, и полотенце. Я так думаю, что можно еще и экскурсии заказать, потому что написано Beach Life Up Valley. Обычная гостиница здесь полностью подготовленная. Поехали. Чуваки, я скажу больше, мне повезло гораздо сильнее, чем я думал. Мне дали новую кабану. Да, это не тот отель, который я показывал перед этим, но он гораздо лучше. Как так получилось? Просто еще не успел заселиться, и приехала группа итальянцев. Они все хотели вместе жить, пожилые люди туда-сюда. И они и споры разговаривали, как что делать, то все, короче. И смотрю, хозяин на меня так поглядят, поглядят. А я ему объясняю, что вон там два, тут два. И думаю, что делать, короче. Я ему говорю, знаешь, что ты говорю, если мне цену не поднимешь, то ты же мне, говорю, пиво мне просто перед этим показывал. Я говорю, не поднимешь, что я могу туда, а ты сюда вместе лезь, номеров не хватает. В общем, он такой почесал репу и говорит, поехали. И мы поехали. Вот такая вот здесь территория. Парнишка, это вот сын хозяина, заполняет данные. Вот они номера. Вот это вот мой номер. Номера совсем новые. Он говорит, два месяца назад их закончили. В принципе, верю. Потому что даже вот эти бумажки какие-то, наклейки эти, они не оторваны. Вон зеркало, да. Туалет, душ, все очень большое. Ну, что сказать. Сказать нечего. Я счастлив, доволен. И стоимость мне это вышла, вот этого всего удовольствия, 8 баксов в сутки. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok